Библейский портал экзегет.ру представляет Книга чисел 24 глава для библейского портала экзегета Читаю перевод российского библейского общества Ну вот у нас с вами Влаам благословляет израильский народ Когда царь Муава Балак нанял его, чтобы он проклинал этот народ Но Влаам говорит то, что ему велит Господь И просто 24 продолжает там, где 23 это повествование прервало Точнее сказать, разбивка на главы Здесь не очень последовательно 24 и 23 это одно повествование А Влаам, увидев, что Господу угодно благословить Израиль Уже не пошел, как прежде, искать знамени То есть он уже и так все понимает Не нужно ждать, что скажет ему Господь Уже, в принципе, понятно Услышал это от Бога несколько раз Он повернулся лицом к пустыне И посмотрел, увидел сынов Израилевых Расположившихся там племя за племенем Тогда охватил его дух Божий А вот представим себе, да, эти горы На них вот они ходят с разных сторон Смотрят на израильский стан, который расположился Он очень большой Тогда охватил его дух Божий И произнес он слово свое Говорит Влаам, сын Беоров Говорит то, чье око отверсток Кто слышит слова Бога и видение всесильного зрит Он назем пал, обнажено его око Как прекрасны шатры твои Яков И жилища твоя Израиль Распростерты, как зелень в долинах Словно сады у реки, как алоэ Что Господь посадил, как кедры, что у ручья Влага капает с их ветвей Семьи их у многоводного потока Их царь возвысится превыше Агага Один из главных царей того времени Великим будет царство его У Бога, что их вывел из Египта Мощь, как рога дикого быка Он пожирать будет враждебные народы Крушить их кости, ломать их стрелы Словно лев он склонился на землю лег Кто смирится льва потревожить Кто тебя благословит, благословен А кто тебя проклянет, проклят Важнейший, кстати, принцип Благословен, кто тебя благословит То есть израильский народ, как такое зеркало Она возвращает то, что в него направляют Свет ли или что-то еще И благословение, и проклятие отражаются На того, кто его дает Вот, собственно, принцип Взаимодействия этого языческого мира С теми, кто верит в единого Бога Язычники, они думают, что своими Какими-то действиями они в состоянии Изменить судьбу, состояние Других людей, народов, государств Вообще всего остального Они благословляют, проклинают Они враждуют, они мирятся, помогают Мешают и так далее А у тех, кто в отношениях с единым Богом Кто по-настоящему в них, да Вокруг зеркала Им невозможно повредить Потому что только Господь их накажет Если пожелает Им невозможно, наоборот, даже помочь Потому что Господь им даст Что им нужно и так, да Но можно по отношению к ним Повести себя определенным образом И получить это обратно Ну и можно еще заметить Как он представляется сам Говорит в Ламсенбеоров Чье око-отверсто, да Кто видит Он на земь пал, обнажено око Его, возможно, какой-то экстатический Такой вот сеанс Где он падает на землю Где вот он Произносит какие-то торжественные слова Вот какой-то танец, да Он же, в общем-то, шаман Если говорить на языке Который нам привычен Ну, конечно, Балаку Который заказал проклятие Совершенно все это не нравится Разгневался Балак на Валааму Ударил рука об руку в негодовании Сказал Я позвал тебя проклясть моих врагов А ты их благословляешь вот уже третий раз Убирайся, беги домой Я думал, было почтить и наградить тебя Но вот, Господь лишил тебя права Получить эти почести То есть, не заплачу Он же обещал большие дары И ответил Валааму Балаку Разве я не предупреждал послов, которых ты прислал ко мне? Я говорил, даже если бы Балак сулил мне весь свой дворец Наполненный серебром и золотом Все равно не смог бы я приступить по велению Господа Ни добро сделать, ни зло сделать по собственному произволу Что скажет Господь, то я и буду говорить Я возвращаюсь в свою страну А ты подойди, и я тебе возвещу Что сделает грядущим этот народ с твоим народом Начинается самая неприятная часть То есть, смотрите, Балак потревожил пророка Он его, думал, к себе в карман положит Ну, карманов еще не было Но вот возьмет как инструмент И нанесет ему дар израильтянам Но пророк начинает действовать самостоятельно И теперь Балак получит четвертое пророчество Только первые три были про то, какой прекрасный Израиль А четвертое, а что станет с народом Балак и с моавитянами? Он произнес слово свое Говорит Валаам, сын Беоров Говорит то, чье око отверсток Кто слышит слова Бога Кому открыто всевышнего знания Кто видение всесильного зрит Он наземь пал, обнажено и волка Вот вновь те же самые слова Я вижу то, чего еще нет Вижу то, что еще вдали Вот восходит звезда из Иакова Жезл вздымается из Израиля Раздробит он виски Муаву Разобьет темя всем сынам Шета Завоеван будет и дом Под пятой врагов будет Сеир Сеир, собственно, вот то же самое, что и дом А Израиль явит силу свою А Яков их одолеет Добьет тех, кто остался в Ире Вот получается, что все довольно плохо У Балакова, его потомка будет дальше Конечно, взойдет звезда из Иакова Жезл вздымается из Израиля Потом это будет пониматься как пророчество о Христе Но в историческом контексте, вероятно, это просто пророчество о некотором царе О некоторой силе, которая будет явлена Посмотрел Валаам на Амали Китян Еще один народ и произнес слово свое Первый из народов Амаляк, но ждет конец его Гибель на веки Посмотрел Валаам на Кинеев и произнес слово свое Еще один народ Крепко жилище твое, гнездо твое на скале Но в запустение Каин придет Когда Ашур поведет себя в плен Ашур — это будущее Осирия И произнес Валаам слово свое О, кто останется в живых после содеянного Богом Вот корабли из страны Китеев Покорят они Ашур, покорят Заречья Но и они погибнут навеки Кто такие Китеев? Возможно, выходцы с острова Кипр Иногда считали, что это пророчество о грядущем эллинистическом завоевании Ближнего Востока Или о римском даже Ну, какие-то вот заморские завоеватели на кораблях И даже не очень важно Потому что в те края много раз приходили заморские завоеватели на кораблях Потом это были, допустим, крестоносцы Потом это европейские колонизаторы Ну вот, и все эти империи со временем уходят Может быть, не один раз сбылось это пророчество И пошел Валаам к себе на родину, а Бала к себе Не удалось проклятие И еще раз напомню то, что я говорил в предыдущей главе Это, в общем-то, про языческий мир, в который входит Израиль Или как языческий мир пытается его Ну, как-то вот с ним справиться своими языческими методами Но ничего, конечно, не получается А что будет дальше с самими израильтянами? 25-я и следующая глава расскажет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!